всем привет друзья мои с вами я светлана ата сегодня такое замечательное утро сегодня день матери в грузии и всех счастливых мамочек поздравляю с этим днем так что мои хорошие мой сыночек позвонил мне дочь я позвонила всем привет друзья мои у меня такое замечательное настроение от того что все детки меня вспомнили значит я не одна в этом мире хоть и далеко за тысячи километров дохожусь от них это очень приятно как начался мой день помыла балкон с той стороны повесила стирку ночью был у нас дождик выпила значит сок грейфруктовый кофеек пью и очень захотелось манной каши я еще в турции никогда не готовила манную кашу смотрите сейчас отвариваю ее сначала в воде а потом добавлю молочка и попробую накормить ашкива понравится ему или нет прямо как зоу из детства бывает у вас такое что вы так захотите чего-то у меня кстати было в холодильнике чуть-чуть что еще сварю и целая пачка в шкафу стояла на долго стояла я ее открыла там очень вся на мушках надо выбрасывать даже она была так упакована хорошо но мушки пробрались во внутрь похода у нас такая хорошая не солнечная но теплое тепло уже такое настроение хорошее сейчас я вам покажу все вот моя каша малаша манная сначала же надо молоко в воде отварить потом уже добавить все делаю на глаз не помню пропорции посмотрим по ходу пьесы какая командная каша получится из турецкой манки сделаю сейчас на слабый слабый огонь сейчас я вам покажу как выглядит манка в турции вот ермик продается вот такая есть разные упаковки вот что меня горчило такая умная упаковка а внутри очень много жильцов поселилось но естественно я ее сейчас выпрошу сейчас я добавила молочка посолила сахар в конце положу хотя я с удовольствием без сахара поела но муж любит сладкое и каша как-то да манная без сахара не такая вкусная но я покажу сейчас вам этими днями занимаюсь усиленно уборкой не знаю что на мне нашло настроение немножко не было и и а вот я занималась уборкой пылесосила убирала такая вот у нас погода сегодня на тепло потеплела заметно я безумно счастлива вот я работаю же над собой да очень сильно работаю и несколько раз вам повторяла мы должны радоваться каждому моменту жизни не ждать каких-то исполнения высоких целей своих а именно радоваться каждому моменту вот например расцвел этот цветочек и вы радуетесь ему этот цветочек такой красивый вы радуетесь его краскам радоваться надо всему в жизни сюда я переставила свой столик думала дождь сильно пойдет вот так начинается утро турецкой невестки после гостей убирала два дня дома очень много планов очень много желаний я уверена что все они исполнятся прежде всего хочу заняться изучением турецкого языка но наверное сегодня уже возьму себя в руки и займусь кстати хотела вам показать я сняла свой маникюр ногти обрезала хочу чуть-чуть отдать им отдохнуть ноготочки я смотрю прекрасно выглядят у меня они не тонкие не испорченные как было впервые когда я сняла шлак шлак мне сделали а это гелевый очень довольна сейчас буду я заниматься лечением буду мазать вот эти аты в руше пускай чуть-чуть отдохнут вот 8 марта мне будет без ноготков но ничего может накрашу сама красненький лак надо дать передышку на лето да мои цветочки так пахнут так благоухают вот счастье есть истинное счастье радуйтесь всему мои хорошие кофеек сейчас вместе с кашкой я позавтракаю а вот и моя кашка конечно она отличается манка я попробовала чуть-чуть обожгла весь рот и так хотелось мне но все-таки вкусно и также я такую тарелочку налила шкэму она остынет я спрячу холодильник турки любят манку холодном виде это у них как как десерт какой-то но маслица я положила естественно буду кушать приятного аппетита а вот и сегодняшний ужин грибной суп и испанаклип юмурта шпинат с яйцом приятного нам аппетита и вам тоже вчера мне с утра захотелось манной каши сегодня мне захотелось оладушек с вареньем с персиковым абрикосов или персик я не знаю я себе ни в чем не отказываю затем я приготовила замочила фасоль на ночь видите как она мне разбухла увеличилась два раза была такая маленькая сейчас мы идем завтракать у ашкума суджук яичница суджугом у меня вот оладушки такие душа захотела ладушки мои дорогие друзья хочу вам сообщить что 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 временно вы моих видео не увидите а почему с чем это связано связано это с тем что мы уезжаем уезжаем на отдых уезжаем из мерсина решили сделать ашкем решил сделать мне сюрприз мы вчера вечером сидели как-то последнее время накатилась очень много плохой информации негатива у меня и это не связано именно с ашкемом мне слава богу все в порядке но я наверное устала переработалась одно и то же карантин вот это сидение дома какие-то вот неприятные новости и мы решили уехать все бросить и уехать бежать из городской суеты ну а куда мы поедем мы вам расскажем и это будет сюрприз ашкем у меня на 8 марта сегодня я вся такая в делах нас не будет 4 дня в мерсине зато я уверена что я приеду с новыми силами ведь нужно делать перри загрузку нужно делать перезагрузку не так ли мои хорошие тогда придет новая энергия и у меня я вам поснимаю очень очень интересную тему вас это точно заинтересует и вы обрадуетесь моим новым видео но четыре дня у меня не будет связи с интернетом и я отдохну я отдохну потому что я устала соц сети я серьезно говорю мой я все к 24 часа ну 18 привязана к телефону я хочу изменить свой образ жизни в каком смысле я хочу рано ложиться и рано просыпаться рано вставать я хочу заняться спортом я хочу много чего хочу у нас кстати открыли курсы зумбы но пока я еще не рискую туда пойти так как мерси находится в оранжевой зоне и лучше я воздержусь пока буду заниматься сама собой то есть хочу вот по приезду полностью изменить свой образ жизни да конфеты мы уже съели килограммы мы набрали сашкой по-другому будем жить мы с ним поговорили вчера и так решили так что мои хорошие если вы не увидите моих видео долго то пожалуйста смотрите пересматривайте их другие мои видео у меня их 600 чем-то они очень интересные начните с плейлистов пока мне не будет поддержите меня своими лайками своими просмотрами потому что я посмотрела вчера я не выпустила видео и из-за того что у меня вчера был что-то произошло такое представляете вот такое было не было желание вообще заходить в этот на youtube и так что и такое бывает моя хорошая вы пересматривайте мои все оставшиеся видео 600 видео у меня ставьте лайки они тоже очень интересные знакомьтесь со мной поближе кто только пришел на канал ну а те кто уже посмотрели мое видео ждите можете еще посмотреть вам полюбившиеся вам видео и я уверена что для вас будет очень большим сюрпризом куда мы едем ну все пошла я готовить ужин а я на ужин сегодня у нас куру фасолью дорогие друзья ко мне неожиданно пришла старшая заловка она в жизни не приходила в этот дом после того как мой муж развелся с первой женой и вообще не приходила в этот дом а сейчас пришла ну я так неожиданно готовила этот ужин куру фасолью они там что-то нам передали принесли были рядом и заехали говорит можно на чай я говорю конечно я так растерялась но слава богу я у меня так чисто все в доме да я думаю что не будет никаких разговоров и она тут сразу зашла на кухню начала звонить своим подружкам и показывать что я у нее невестка вот такие вот новости сейчас они сидят наверное скоро уйдут ну а мы будем потом ужинать потому что ужин у меня уже готовы вот там стоит закрытый плов и фасоль а вот такие вот новости друзья мои я в шоке ставьте лайки подпишись на мой канал нажми на колокольчик и на все уведомления